В 2022 году на медицинское страхование планируется выделить 17 миллиардов 400 миллионов рублей. Как отметил руководитель фонда обязательного медицинского страхования Екатерина Буцкая, большую часть денежных средств реализуют в государственные учреждения здравоохранения. На оказание медицинской помощи в круглосуточных стационарах запланировано направить 8,5 миллиардов рублей. В амбулаторных условиях 6 миллиардов рублей, в дневных стационарах 1,5 миллиарда, на оказание скорой медпомощи 921 миллион рублей. Если говорить о расходной части бюджета, то она тоже сформирована в сумме 17,4 миллиарда рублей, тоже сформирована ростом к уровню этого года, это на 6,3%. И при этом хотелось бы отметить, что, конечно, 98% это направляются средства на реализацию нашей территориальной программы обязательного медицинского страхования. В ближайшее время проект закона о бюджете фонда УМС будет рассмотрен законодательным собранием вместе с главным финансовым законопроектом об областном бюджете Ульяновской области. Всего же на одну из наиболее загруженных отраслей здравоохранения в следующем году пойдет 12,5 миллиарда рублей, два из которых – федеральные средства. В первую очередь деньги направят на закупку нового оборудования, ремонт поликлиник. Будет продолжено строительство детско-инфекционной больницы на верхней террасе. По плану учреждения начнет работу в 2023 году. Также в эти деньги входит лекарственное обеспечение наших пациентов и стимулирующие выплаты в рамках программы «Земский врач», «Земский фельдшер» и, соответственно, приобретение квартир для медицинских работников. С дефицитом в 5 миллиардов стоит отметить, что расходы на предстоящий год в регионе составят почти 78 миллиардов, увеличившись таким образом по сравнению с текущим годом на 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а доходы почти 73 миллиарда. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.